Всем большой привет! С вами Тамара Огин. Сегодня мы с вами поговорим про посадку за пианино и про позицию рук во время игры. Мы поговорим про тело в целом, как оно должно себя вести, когда мы играем. Про высоту инструмента, потому что мы сейчас по большей части все живем именно с электронными инструментами. И отдельно поговорим про запястья, кисть и движение большого пальца. Про большой палец говорим отдельно, потому что с ним как-то больше и чаще всего встречаются трудности. Видео будет снято с трех ракурсов. Первый ракурс это вот то, как вы меня сейчас видите, то есть такой общий. Я буду играть и вы посмотрите, как у меня тело в целом работает. Второй ракурс я поставлю камеру вот так, чтобы вы сбоку смотрели на мою руку. Мы тогда с вами сможем увидеть, как двигается запястье вот в таком плане, как двигаются пальцы, как ведет себя кисть и что делает большой палец. И третий ракурс я поставлю камеру так сверху над клавишами и вы посмотрите на мои руки вот так. Опять же да тут будет видно и запястье и большой палец. Почему вообще мы уделяем внимание посадки за инструментом, тому как руки работают. Бывало ли у вас так, что вы играете на пианино и у вас начинает болеть шея или спина или плечи или руки вот здесь вот, вот здесь вот. Было такое? Вот если такое бывает, то часто это именно из-за посадки. То есть это связано с ней, это связано с тем, как руки двигаются. И второй момент, почему посадка важна. Он немножко позже проявляется, вот не так сразу, как боль. Мы начинаем замечать в процессе, что у нас в наших возможностях есть потолок. Причем этот потолок очень низкий. Ну, например, мы хотим что-то быстрое сыграть и у нас не получается. Мы будем тренироваться, мы будем до посинения это все репетировать, но у нас все равно просто физически не получается играть быстро. Или, например, садимся за большой красивый рояль и ждем, что звук от него сейчас будет тоже такой же большой и красивый. Начинаем в нем играть, а там такой 8-битный какой-то пиксельный звук, как на играх 90-х. Знаете, как это, когда еще звук шел в звуковой карте. Это тоже все чаще всего связано именно с посадкой, с постановкой корпуса, с тем, как наши руки работают. Потому что особенно акустические инструменты очень сильно реагируют на то, как мы на него воздействуем. Если мы играем как-то очень скованно, да, так как-то по чуть-чуть, нам очень неудобно в этом процессе, то инструмент это все покажет. Если же мы свободны, у нас все плавно двигается, мы можем контролировать там каждую часть своей руки, скажем так, то инструмент тоже выдаст именно вот это, такой свободный яркий насыщенный звук. Поэтому постановка очень важна. Давайте начнем с того, что поговорим про высоту инструмента. Вот часто такое бывает, с акустикой это понятно, у акустического инструмента одна высота, там уже все продумано до нас. Но бывает такое, что вот электронный инструмент купили, а куда его поставить не купили. То есть стойки для него нет. И инструмент ставится на стол, на стул, на диван, на подоконник, то есть в места, которые вообще для этого не предназначены. Но даже, например, поставили на стол и пытаемся на нем играть. Как-то получается вот так, руки начинают болеть, как-то все некомфортно. Так, надо, наверное, на стул подушек положить. Ладно, положили подушек на стул, вроде рукам норм, а ноги до пола не достают, или они на вытяжку как-то. То есть в одном месте стало комфортно, в другом месте стало некомфортно. И вот так вот проблемы друг за другом идут. И вот здесь, на мой взгляд, важное правило. Надо подстраивать место под себя, а не себя под место. Поэтому купили пианино, купите стойку. Стойки же бывают разные. Не обязательно вот это вот деревянное, такая здоровенное стоящее, которое там дорого стоит, и вообще она стационарная. Если, допустим, там некуда поставить, то я понимаю эту проблему. Не только такие стойки есть. Есть же еще складные, вот эти вот такие крестообразные металлические. Вот лучше всего такую. Ее, во-первых, действительно, можно сложить и убрать. Она стоит дешевле деревянной. Но самое главное, что у нее можно настраивать высоту очень хорошо. У нее такой зубчатый механизм, и там буквально вот, ну, по миллиметрам можно там отстраивать, насколько выше, насколько ниже. Вот купить такую стойку – самый лучший вариант, чтобы, опять же, не мучиться там за столом или за подоконником. На какую же высоту нам пианино ставить? Сядьте на тот стул, на котором вы будете сидеть, когда будете играть. Лучше всего, чтобы это был такой самый обычный стул, например, на котором вы сидите, когда работаете там за столом, за компьютером. Сядьте на него и поставьте руки перед собой так, чтобы у вас от запястья до локтя вот эта линия была примерно параллельно полу. Можно чуть-чуть ниже, но главное, чтобы не вот так. Если вот так, вот здесь будет мгновенно все болеть. Поэтому или параллельно, или чуть ниже. Вот на такой высоте у вас пианино должно стоять. Почему я не говорю какую-то конкретную высоту, там столько-то сантиметров? Потому что у нас у всех разный рост. Например, у меня рост небольшой, у меня на такой высоте пианино стоит. У меня был ученик с ростом 2 метра. И вот с его ростом была связана забавная история. Мы с ним ходили заниматься в музыкальную школу, арендовали там класс, потому что ему нужно было именно на акустическом пианино играть. Ну у него такой был запрос. И мы всегда арендовали один и тот же конкретный класс одним и тем же инструментом, но никогда не говорили почему. И наконец администратор там, ну скажите, скажите, почему именно вот этот? Чем он вам нравится? Вот этот там солнечный, а тут там еще что-то лучше. Я говорю, вы зайдите, посмотрите. Она заходит, говорит, я все поняла. Я возле вашего имени сейчас такую золотую печать поставлю, чтобы никто больше никогда этот кабинет у вас не отнимал. Она, собственно, что увидела? Там стояла в этом кабинете пианино, единственный на всю школу, на дополнительных таких колесиках еще под ножками, то есть оно было высокое. И это было единственное пианино, под которое у ученика влезали ноги, потому что человек 2 метра роста. Он просто, ну у него же и ноги, соответственно, тоже длинные очень. В другие пианино у него просто колени не помещались. Это было единственное, под которое он влезал и, соответственно, мог нормально играть. Поэтому всегда занимались именно вот в этом кабинете. Поэтому Поэтому создавайте, скажем, свое рабочее место и свою посадку относительно именно своих габаритов тела. Сядьте и посмотрите, на какую высоту нужно ставить именно вам. Поэтому посадка, она очень важна. Она очень, как это правильно сказать, вот ее важность проявится в будущем. От посадки и от того, как вы играете, как ваше тело двигается, как ваши руки функционируют, будет зависеть качество вашего звука. Будет зависеть то, насколько вы можете яркие краски из инструмента извлекать. И какое-то бриллиантовое фортиссимо, и микроскопическое пиано. То есть от этого будет зависеть ваша палитра. Поэтому, когда вы садитесь заниматься, обязательно посмотрите на себя в зеркало. Или поставьте вот так вот камеру и запишите себя на видео. Потом вы будете смотреть это видео и, скорее всего, увидите какие-то моменты, которые во время игры от вас, скажем, от вашего внимания убегали. Очень полезно. Вы сможете скорректировать и себе выстроить на будущее хорошую базу. Кстати, о занятиях. Если вы задаетесь вопросом, а что мне играть каждый день, то обратите ваше внимание на видео урок «Простые упражнения для ежедневных занятий». Там мы берем одну гамму и играем ее множеством разных способов. Например, мы играем эту гамму с разным ритмом. Мы играем ее с разной громкостью. По разному клавишам прикасаемся. И таким образом у нас получаются с одной стороны очень простые и доступные упражнения, которые подойдут начинающим. А с другой стороны эти упражнения очень интересные, потому что их много и они все разные. Мне вот очень нравится так заниматься. Я сама так играю каждый день. И вот что мне особенно нравится, ты можешь каждый день себе делать какой-то новый комплекс упражнений. Например, сегодня я с разной ритмикой это играю. Завтра я эту же самую гамму буду играть в разные стороны. На следующий день я вообще возьму и соединю эти способы, и у меня получится какое-то третье новое упражнение. И вот так и за дни в день. И это не надоедает, это и фантазию развивает. Это просто интересно. А еще это приносит пользу. Ссылку на этот урок я оставлю в описании к этому видео. А теперь давайте посмотрим, как мое тело ведет себя в целом за игрой. Я сейчас немножко расскажу, а потом поиграю, вы посмотрите. Ну, в целом, да, расправлено все. То есть вот если свернуться вот так калачиком, ну так себе будет. Ну это в принципе неудобно как-то. А вот оно. Вот ровные плечи и все такое пластичное, живое, мягкое. Но опять же, не надо сидеть вот так. То есть, ну, что здесь вот все такое зажатое. Нет, оно все очень мягкое. Вот оно. Но тем не менее, плечи расправлены. Руки пластичные. Можно посмотреть на лебедя Плесецкой, Улановой. Да, вот как вот у них там просто каждое-каждое сочленение в руке. Вот оно все живое. Очень хорошее, кстати, упражнение. Оно как раз позволяет прочувствовать, что у нас в руке-то там много чего, оказывается, есть. Там, ух ты, разные мышцы. И вот это вот ощущение потом будет помогать как раз лучше распределять вес тела на клавиши. Хотим весь прямо вес туда. Хотим чуть-чуть. Хотим совсем его приберем. Конечно, мы так вот не будем играть как-то, знаете, так это по-бетховенски. Но даже при таких минималистичных движениях эта пластика все равно будет там в руках оставаться. Они будут свободными. И это будет вам очень сильно пригождаться. Поэтому тело расслабленное и все очень живое и мягкое. Давайте я сейчас поиграю. Так. Что бы мне сыграть такое? Что бы мне сыграть такое? Что бы мне сыграть такое? Что бы мне знаете? Что бы мне сыграть такое? Что бы мне сыграть такое? Что бы мне сыграть неполк single. Что бы мне сыграть пищ 63 лет, которых выбрать мое птицу. И это был особенностью. Что бы мне сыграть сила снатыми, насерjas снатыми, иält saying, что столь-д Square, сонтую, я думаю вы могли сейчас заметить что я очень спокойно ровно сижу и вот в конце да когда я решила пройтись и просто вспомнила что надо еще это показатель решила пройтись по всей клавиатуре чувствуете я корпусом это делаю то есть они руками туда тянуть как-то кстати даже не комфортно по ощущениям так а я сижу на месте то есть бедра у меня на месте стоят а я вот туда как бы отъезжаю верхней частью корпуса тоже очень важная штука которую надо бы сразу освоить и тогда будет меньше проблем чтобы вы могли объять всю клавиатуру собою теперь давайте поменяем ракурс и посмотрим на руки сбоку и сверху вот то о чем я говорила линия от локтя к запястью либо параллельно полу либо немножко вниз главное чтобы не вот так потому что иначе вот эти места начнут болеть мне как-то так сложилось удобнее играть когда вот мне пианино чуть-чуть пониже стоит и знаю что так любил играть рихтер так что я такая не одна за мной рихтер теперь давайте посмотрим на запястье тоже здесь ровная линия но также как и в случае со спиной это не значит что мы должны зажать и вообще запястьем никак не шевелить нет она живое она шевелится но это шевеление все равно стремится все время вернуться к вот этому прямому положению ведь мы не должны играть со стационарным изломом каким-то либо так либо вот так ровненько она пластичная она живет дышит но старается все-таки сохранять вот эту вот линию теперь давайте посмотрим на кисть иногда говорят там возьмите яблоко апельсин в руку это на коленку руку положите вот она она круглая у нас же пальцы все разные по длине и часто бывает такая проблема что мы хотим например взять аккорд именно аккорд то есть вместе все ноты в один момент а у нас получается арпеджиата какой-то что-то такое вместо один палец уже нажал второй еще не успел третье вообще там где-то еще в полете потому что они разные длины когда мы их приучаем собираться в такую кругленькую ручку получается так что у нас все пальцы на одной плоскости находятся и соответственно они начинают лучше чувствовать свои габариты что вот этому чтобы нажать надо вообще это движение сделать этому нужно вот так чуть-чуть себя подсогнуть да вот эти вот фаланги этот самый длинный ему вообще надо сильнее загнуться вот руки изучают свои масштабы и тогда у вас появляется возможность лучше ими этими пальцами играть лучше контролировать в том числе например взять именно аккорд они арпеджиата ну и принципе если руку расслабить то она сама по себе примет вот такое округлое положение то есть это очень физиологичная такая позиция для руки ей комфортно в ней конечно когда мы берем какой-то большой аккорд у нас рука она же растягивается но тем не менее все-таки это мягкость и округлость сохраняется нет неудобно таким вот растопыренными знаете пальцами играть вот они мягкие и опять же мягкий палец дает возможность лучше контролировать то что мы собственно играем как мы это делаем и какой оттенок мы хотим нарисовать ну то есть сравнивать гигантскую кисть еще для побелки широкую или взять капиллярную ручку вот примерно то же самое теперь давайте посмотрим на большой палец сейчас я уберу громкость часто бывает такая проблема что вот эти пальцы играют самостоятельно а вот этот ничего не делает он в отпуске и вместо него играет запястье получается такая картина то есть видите вот он он свою задачу делегирует запястью то есть эту ноту сейчас нажал не палец и запястье должно то быть по-другому вот большой палец должен тоже двигаться сам и нажимать ноту сам а не запястье он двигается вот в такой плоскости такой же как вот эти пальцы только они то вот так для них это более естественное движение а для большого то что-то новенькое поэтому его нужно научить суставу нужно объяснить что мы от него хотим сейчас верну громкость назад давайте послушаем как влияет на звук игра запястьем или игра пальца получается как-то не очень аккуратно и громкость разная шероховатое а теперь попробуем сыграть это именно пальцем громкость выровнялась потому что опять же более точное воздействие идет благодаря пальцу запястье более крупная структура поэтому играя им не получается так точно вымерять там ту же самую громкость поэтому учим большой палец работать вот так и теперь посмотрим сверху опять же запястье двигаются нет такого что вот мы как-то на какой-то излом играем уходим куда-то сюда не не руками туда тянемся и вот так вот их изламывая да а корпусом наклоняемся туда чтобы по максимуму сохранить вот это вот ровное положение бедра на месте а верхняя часть корпуса как бы съехала в ту сторону чтобы рукам было удобно то есть наша задача стараться вот это вот удерживать ровную линию и стараться по максимуму быть вот этой линии перпендикулярно клавишам сюда сюда лучше еще раз сдвигайтесь корпусом чем вот так вот выламываете руки на бок что касается большого пальца здесь мы можем посмотреть другую траекторию его хода вот эту мы уже посмотрели мы когда играем может вот такое произойти то есть опять же да мы не пальцем нажимаем ноту почему-то а локтем руку уводим в бок чтобы нажать эту ноту нет большой палец должен двигаться вот в этой плоскости то есть вот так научите его шевелиться чтобы он был подвижен во всех плоскостях и работал так же как и все остальные пальцы конечно говоря о посадке и позиции нельзя не привести такой яркий пример как гленгульд гленгульд считается эталонным исполнителем произведений баха потому что опять же считается что он их играл так как их задумывал самбах у гульда очень такое суховатое так очень сдержанное получалось звучание но речь не об этом просто это именно профессиональный пианист с мировым именем но посмотрите как он сидит вот вот он с этим стульчиком по всему миру всегда ездил ему нужен был именно вот такой очень низкий стульчик и вы знаете он просто собою обнимает клавиатуру буквально то есть вот она вот здесь вот и он объяснял вот это вот тем что ему так удобнее контролировать звук то есть вот что этот его специфический такой вот звук за который собственно он и прославился получается именно потому что у него вот здесь вот все рядышком и он может там каждое каждое микро движение контролировать но видите да то есть вот бывает вот так вот но опять же посмотрите на его руку она совершенно вот округлая округлая кисточка здесь все ровно то есть фрагменты изначальной вот этой обычной ровной скажем классической посадки все равно проявляются бывает такое что пианист профессиональный пианист сидит ровно но играет вот такими пальцами или наоборот вот такими совершенно да прямыми вот так вот играет бывают всякие разные случаи и тут конечно много зависит и от физиологии от каких-то предпочтений человека но на мой взгляд вот такие специфические позиции складываются не эффекта ради а просто действительно вот со временем как-то тело находит какой-то вот удобную ему позицию но тем не менее везде 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 элементы классической постановки просматриваются плюс ко всему это такие скажем исключения больше из правил а большинство пианистов включая меня включая моих коллег все сидят ровно вот я играю уже не первое десятилетие но моя позиция практически не изменилась относительно той которая была в самом начале что позиции рук что посадка это говорит о том что вот изначально эта позиция она очень физиологичная она комфортная она удобная поэтому мы продолжаем в ней спустя многие многие годы по-прежнему играть поэтому крайне рекомендую самом начале занятий поставить себе тело ровно как вот оно должно быть расслаблено натренировать пластику рук поставить себе позицию хорошую позицию руки и тогда вы себе откроете намного больше возможностей в будущем чем если будете играть там абы как приглашаю вас на свой сайт tamarogenmusic.ru там вы найдете видео уроки по игре на пианино учебные пособия распевки также там недавно открылась нотная библиотека где есть и вокальные ноты и ноты аккомпанемента аранжировки и также там можно записаться на индивидуальные занятия желаю вам хорошо поиграть и мы с вами увидимся в следующих видео удачи